привет друзья это видео ролик посвящается моему артуру которые там работать системе он занимается очень важным делом но он потом сам когда мы с ним будем делать ролик расскажет если вы хотите но он мне предложил говорит сделай ролика по долголетию по долголетию потому что сейчас этот тренд извините будешь старым и больным не будешь долголетним но я несмотря на свои 70 лет очень даже счастливый человек и поэтому здоровый вопреки всем обстоятельствам потому что здоровье это не отсутствие недугов и недостатков развиваемая способность справляться с ними это развитие творческих качеств почему и где все-таки скрывается источник энергии для долголетия и счастья ну почему я соединяю творческое и долголетие потому что обычно долголетний человек представьте себе который ничего не производит а только является обузой для всех остальных потому что он стареет болеет стареет долго живет еще в голову морочит как ноша у всех на спине человек должен быть долгоживущим но производящим как говорил христос кажется что не то главное что человека входит а то что выходит генератор творчество должен быть в человеке который что-то все время полезное создает что-то созидает поэтому очень связаны сопряжены между собой творчество и долголетие состояние счастья и долголетие состояние счастья сопряжено состояние внутренней свободы нет 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 сейчас помру помру говорит там бабушка или дедушка только покачивала и уже начинает болеть думает вот я теперь умру ну кому я нужен такой буду правильно шутки шутками как говорится кашель кашлями а это как говорится но вы помните этот старый анекдот но не буду сейчас рассказывать дело сейчас не об анекдотах речь идет о том где находится источник энергии ну конечно он находится там и митохондриях которые являются генераторами энергии но конечно же жизнь человека ограничена потому что митохондрии вместе с телом стареют это зависит от генетики и сейчас даже миллиардеры гоняются за теми учеными которые пытаются им помочь как говорится сохранить долголетие но кому нужен человек который ничего не производит а дело в чем дело в том что источник энергии для здоровья счастья и долголетия творческого долголетия находится в нервно-мышечных зажимах нервно-мышечные зажимы посмотрите там нервно-мышечные то есть это связь между как говорится умом и телом душой и телом связи она зажата она зажата у нас как раз таки метод ключ этим и занимается у нас там есть и храгимнастика короткие приемы которые вы подбираете по принципу максимальной комфортности которые легко делать которые легко приятного воспроизводить повторять и поэтому вы легко можете выходить на состояние стресса безмятежность и когда вы выходите на это нулевое состояние в этом нулевом состоянии за счет скорости перехода из стресса на шкале например стресса 10 а вы выходите на ноль на штиль и шторма на ниль на штиль выходите и вот эта скорость перехода из стресса в безмятежность контраст контраст он включает целый взрыв эндорфиноподобных веществ в организме и начинается ощущение радости ощущение радости ощущение любви хочется обнять вселенную это вдохновение хочется творить созидать вот она откуда все происходит нервномышечные зажимы возникают почему потому как человек если долгое время занимается не своим делом он вынужден все время напрягаться но адаптироваться ему труднее не в своем деле потому что человек свободен в области своих способностей там ему помогает его генетика его природа ему там все легче делать он там как говорится без труда может вынутри пусть пруда потому что ему помогает интуиция его природа внесистемное движение информации а так логически когда он сидит и думает как там сделать это или как там проект создать когда нет вот этого драйва молодости когда нет вот этой энергии когда не сняты нервномышечные зажимы поэтому в первую очередь ему надо снять оковы стресса нервномышечные зажимы которые формируются в момент когда он занят неглубимым делом он там напрягается и у него возникают блоки сознания и блоки тела так вот приемы раскрепощения по методу ключ тренировка с практикой нуля выход из стресса на нулевое состояние из нулевого состояние на мобилизацию в любом направлении которые происходят очень быстро потому что с практикой нуля мы как бы смазываем мозговой переключатель который нам помогает быстрее переходить из какого-то вынужденного состояния в желаемое любое вы видите как я гладко говорю и не кашляю потому что я говорю о любимом деле и вы когда занимаетесь любимым делом получаете удовольствие о чем Чискен Михаил говорил экстаз ну не такой экстаз как в оргазме но в принципе механизм один и тот же один и тот же механизм во всех природных процессах идет есть напряжение есть расслабление есть нулевое состояние между ними это минусы и ноль это единицы и ноль короче говоря если вы научитесь выходить на нулевое состояние из шторма безмятежность думая о своих проблемах об этом мы будем говорить через недельку на вебинаре который я так условно пока думаю назвать оптимальное переживание позволяющее быть здоровым счастливым и долго живущим творчески да ну как то так там мы еще отредактируем но вы представляете себе что такое оптимальное переживание есть у нас переживание негативных эмоций есть оно есть оптимальное переживание когда вы это оптимальное переживание это когда вы переживаете негативные эмоции продолжаете их переживать но на основе и на фоне идиорефлекторных приемов или на фоне механических повторяемых действий или на фоне автоколебаний переживаете переживаете и вдруг вы замечаете что вы из десяти вышли на ноль на безмятежность а безмятежность обратите пожалуйста внимание это ощущение абсолютной защищенности это абсолютно безопасность это ощущение когда вы засыпаете находитесь между сном и бодрствованием и когда теплая подушка греет вашу щелку вы засыпаете как в детстве богатырским сном набегавшись за целый день наконец вы засыпаете сладкий сон райское состояние в котором вы находитесь и вот этот переход если он происходит быстро а этому как раз мы учимся с помощью раскрепощения с помощью психогимнастики с помощью приемов волны с помощью при приемов там косить лук там пилить дрова это приемы все моделирование элементы ключ 2 если вы быстро из контракта в контрасте переходите из пика напряжения в точку расслабления то это скорость обеспечивает вам такую включенность внутренней аптеки кислород сразу в клетки мозга пошел под зарядка пошла эндорфины включили чувство радости да 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 люди же придумали винодели именно поэтому потому что вино алкоголь это искусственный заменитель вот этих внутренних эндорфинов так вот эндорфины лечат повышается иммунитет иммунитет обратите внимание иммунитет повышается и к стрессам и ко всяким штучкам вы понимаете о чем я говорю это всяким штучкам а сейчас как раз таки у меня есть там такие слова которые называются таким образом непонятным комар беспилотник который обходя все проблемы и препятствия проникает самую глубину истины и проникает самая меж запретность проникает к истине и вот туда проникая начинается я вам сейчас скажу что начинается как раз таки протесты против вот этих всяких штучек которые они называют протесты протесты я вам всегда говорил об этом скоро это будет скоро люди начнут просыпаться а это значит мыслить самостоятельно а что такое ум это способность сравнивать до сравнивать а не только тащиться за каким-то одним каналом там а сравнивать сопоставлять сопоставлять а что такое интуиция интуиция это внесистемное движение информации это когда минуя логику вам организм уже подсказывает что и как надо делать какие решения принимать чтобы вы могли думать чтобы могли быть самостоятельными а не исполнителями которых готовили всегда во всех системах обучения раньше это старательность это повторяй пока не получится это не отвлекайся это же прилежность да поэтому все отличники школе они на самом деле не могли быть почемучками потому что я в школе заставляли делать что им говорят делай вот так при этом говорили подход должен быть индивидуальный на самом деле говорили делай как я или делай как иван петрович смотри повторяй повторяемость это школа повторяем мать учения и новая школа принцип подбора путем перебора по критерию максимального соответствия тебе по принципу синхронизации то есть поиска действий то есть сканируешь и подбираешь действия синхронные твоему состоянию это значит стопроцентно соответствующие твоему состоянию в момент их выполнения а это какие когда ты без труда можешь вынуть репку из пруда как я сказал это действие которые полностью тебе соответствует синхронный тебе то есть которое ты делаешь с максимальной легкостью и поэтому с максимальной эффективностью с максимальной скоростью почти автоматически так легко делаешь вот например когда ты думаешь о чем ты волнуешься эти приемы тебе делать легче чем не делать настолько они автоматичны они в природе человек они нам помогают думать например когда ты думаешь и волнуешься о чем-то у тебя либо нервная дрожь эти повторяемые движения или действия или ты ходишь туда-сюда по комнате это повторяемые действия ты их делаешь их легче делать чем не делать в этот момент ты прислушайся к своему организму когда ты решаешь какие-то сложные вопросы что твой организм хочет в этот момент делать и делай это и ты сбрасываешь нервномышечные зажимы станиславский всю жизнь учил всех сбрасывать нервномышечные зажимы да мы называем это зажатостями блоками сознания и тела да таким образом вспомните станиславского вспомните долгожителей которым за много-много лет и они продолжают быть счастливыми потому что они занимаются любимым делом до наряду с тем делом который может быть нелюбима очерпает силу в любимом деле чем много любимых делу чем больше их тем больше точек опоры у тебя что-то не получается в жизни ты делаешь занимаешься любимым делом оттуда черпаешь уверенность и силы и перекладываешь сюда перекидываешь эту энергию и лучше выполняешь что дело которое тебе надо сделать а ты не хочешь но ты там будешь больше энергии иметь видите я не кашляю не чихаю потому что я занимаюсь делом теперь уловили да ну отлично артур тебе привет итак для долгожителей если человек хочет долго жить он должен уметь качать эндорфин он должен качать эндорфин снимая нервномышечные зажимы источник энергии там за законсервирован сжат и когда он снимать нервномышечные зажимы вот это свободная энергия это вдохновение это чувство радости жизни от самого факта жизни а не только от комплиментов подарков и такого другого всякого зависящего от внешних причин и так мы связали долгожительство это счастливость это радость это кислород в клетках мозга эта жизнь это любимое дело внутренняя аптека и это счастье счастье это свобода поэтому лечиться можно только свободы только счастьем а счастье бывает когда ты влюблен а когда ты занимаешься любимым делом ты занимаешься с любовью а то что делаешь любовью все хорошо а то чтобы ты делал когда-то что-то без любви когда ты вынужден что-то делать черпай энергию там где ты делаешь любовью и там ты становишься крепче сильнее и в любом деле которое тебе не хочется делать но надо ты уже сможешь его сделать гораздо легче и с большим успехом привет всем друзьям из школы человек будущего homo futurus артур наш участник живет время мы скоро поднимемся и комар беспилотник поднимется выше и уже не только в нашей школе она всем земном шаре скоро 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 мы работаем над этим до встречи удачи удачи